Европейцы и русские должны воевать между собой. Такова традиция и таковы интересы США. Александр Ставер в военном обозрении за 20 апреля 2023 года. Мы заняты событиями, которые происходят в зоне проведения СВО. Люди интересуются практически всем, что происходит там на линии соприкосновения, в тылу, в госпиталях и на базах МТО. Это понятно. Это называется сопричастность. Там, на ЛБС или где-то рядом сейчас находится чей-то отец, брат, муж, друг, знакомый. Что бы ни говорили или ни писали наши враги, в том числе и те, кто за родину, но против государства, в своем кресле или на диване. Но это так. Уже стало обыденным явлением встретить солдата на улицах российских городов и сел. Уже никто не удивляется депутатам, мэрам городов, генералам ФСИН и ветеранам ВСРФ, которые добровольцами идут воевать. СВО стало всенародным делом. Этот неподдельный интерес у выставит Шоры на другие вопросы. Например, мы продолжаем не замечать изменения, которые происходят в информпространстве западных СМИ. А ведь изменения эти глобальны. Посмотрите, о чем пишут сегодня западные издания. Уже мало кто верит в контрнаступление ВСУ. Нет, само наступление будет. Военная машина на самом деле достаточно громоздкая и неповоротлива. Механизм подготовки запущен. Остановить его сегодня проблематично. Но вот итог все чаще предсказывают не в пользу Киева, в том числе и главной стратегии ВСУ из Пентагона и Лондона. Сегодня в тренде убийства. Простое убийство российского президента. Надежды на то, что Россия распадется от внутреннего конфликта не осталось. Надежды на то, что военная мощь Запада просто затопчет российскую армию тоже. Так что тренд с убийством вполне логичен. Это такой западный вариант нашего «нет человека, нет проблемы». Но это видимая часть айсберга. А есть еще одна, невидимая. Точнее, видимая пока не всем. Я воспринимаю эту часть изменений как очередную победу США над Европой. Именно так, победу причем безоговорочную. Так в чем же дело? Американцы через свору своих шавок, вроде Польши и Прибалтийских Эмиратов, прямо ставят Европу против России. Теперь воевать, если конфликт разрастется до мирового, мы будем по старинке. Так как воевали наши предки всегда. Все на одного или один против всех. При этом США опять подождут того момента, когда уже определится победитель и победоносно вступят в войну на его стороне. На миру и смерть красна по-американски. То, что американцы не любят ввязываться в войну, если непонятно на чьей стороне сила, наверное известно многим. Страна торгаш не умеет по-другому. Это как раз тот случай, когда кому война, а кому мать родна. Впрочем, как и основные союзники американцев-британцы. Война чужими руками за собственные интересы, это и есть краеугольный камень внешней политики этих стран. В доказательство этих слов приведу немного самой свежей информации. Маневры российского Тихоокеанского флота. Вроде бы, как это связано между собой? Очень даже связано. Наглость политиков Запада, а это на самом деле фаз из Вашингтона, основана на той идее, что Россия завязла на Украине и не сможет чем-то серьезно помочь КНР в решении вопроса Тайваня. И тут серьезные масштабные учения. Оказывается, при наличии соответствующих договоров, Россия может оказать существенную помощь Китаю. Силы и средств у нас хватит. Именно на помощь НОАК. В этом причина такой активности европейских политиков по обхаживанию председателя СИ. Как и отношение самого председателя к этим визитам. Мы не союзники КНР, но наши отношения довольно близки к этому. Не могу сказать, что союзные отношения возникнут в ближайшее время, но дело пока что, увы, не быстро идет именно к этому. Странно, почему многие считают Китай нашим союзником. Выдавать желаемое за действительное не стоит. Но вернемся к действиям Вашингтона в Европе. СВО на Украине достаточно ясно показало США невозможность победы над Россией военным путем. Тезис о том, что мы ведем боевые действия против Европы и США, а не против СУ звучит постоянно. Украина предоставляет мясо. Все остальное это западные технологии и западное вооружение. Обучить солдата, особенно такого, какого вынуждена сегодня призывать Украина, хорошему владению современной военной техникой и вооружением почти невозможно. Украинские лыцари способны драться до последнего, но обучиться за пару-тройку недель владению современным вооружением, увы. Наверное, многие слышали интервью удивленного поляка после аварии Леопарда, в ходе которой у танка оторвало башню. Это невозможно, но это возможно. Бедный немецкий танкист, наверное, понял, что за годы своей военной службы так и не узнал всех секретов своего танка. Годы жизни прожиты зря. В Пентагоне давно поняли, что просто поставлять вооружение и технику ВСУ глупо. Необходимы экипажи, которые обучены этому не на курсах по освоению, а в ходе нормальной армейской службы. Первое, что попытались сделать тогда, это наемники. Но любители срубить легкий доллар скоро закончились. Оказалось, русские могут ответить. Следующий шаг тоже известен многим. Экипажи из состава отставников и отпускников. Это когда пошли многочисленные заявления наших военных о том, что против них воюют поляки, англосаксы, немцы и еще кто-то, чей язык неизвестен. Тогда же поехали двухсотые в Польшу и другие страны. Ситуация накаляется. Дело идет к тому, что некоторые страны НАТО уже призывают альянс к открытому вводу так называемых миротворцев на территорию Украины. А это уже открытая война с Россией. Государства-члены НАТО будут втянуты в реальные боевые действия, что в условиях глобального опустошения арсеналов европейских стран означает вступление в войну США. И вот тут-то и таится та самая заноза, что сегодня мешает спокойно сидеть на своих стульях американским политикам и генералам. Америки, наверное, впервые в истории предлагают самой начать войну с серьезным противником, да еще на своей территории в том числе, что, учитывая состояние ПВО, ПРО и ВС на территории США, чревато... Ход конем или мы готовы финансировать вашу смерть? Вчера, 17 апреля, в Нью-Йорк Таймс была опубликована статья главного дипломатического корреспондента в Европе, Брюсселе, Стивена Эрлангера. Под громким названием «Российское вторжение на Украину революционизирует военную стратегию НАТО». Материал достаточно интересный с точки зрения именно американского мышления. Цитата. «Вторжение России на Украину – самый дорогостоящий конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Подтолкнуло организацию Североатлантического договора к полномасштабным усилиям по превращению себя снова в дееспособный военный альянс, каким он был во времена Холодной войны». Понятно, что Эрлангер пишет о том, о чем говорят в кулуарах европейской дипломатии. Именно там сегодня решается судьба европейских народов, точнее Европы вообще. Той Европы, которая привыкла считать себя частью важной, по мнению европейцев, мировой политической элиты. Американцы, используя тот факт, что руководители большинства европейских стран являются их ставленниками, предложили в корне поменять политику блока. Официальными авторами этой идеи стали, естественно, Польша и Прибалтика. В чем же суть изменений, которые предлагают наши соседи? И почему вообще возникла идея изменения сути самого альянса? Появление новой концепции вызвано зверствами российской армии на Украине. Не удивляйтесь, но для современных европейских политиков, как, впрочем, и для большинства европейцев вообще, вполне достаточно данных британской разведки вместо какого-то расследования. Цитата. Но после зверств России в оккупированных ею районах Украины от Бучи и Ирпеня до Мариуполя и Херсона, пограничные государства, такие как Польша и страны Балтии, больше не хотят рисковать каким-либо периодом российской оккупации. В Европе предлагают стать не просто санитарным кордоном между США и Россией, а реально готовиться к самостоятельной войне против Москвы, то есть вернуться к той концепции, которая существовала многие века. К тому, как это было всегда раньше, в обеих мировых войнах во время вторжения Наполеона и раньше, навалиться скопом, получить по морде лица тем же скопом и заткнуться на несколько десятилетий, зализывая раны, при этом активно помахивать хвостом в сторону победителя, а самим вновь готовиться к очередному набегу. Цитата. НАТО быстро переходит от того, что военные называют сдерживанием путем возмездия, к сдерживанию путем отрицания. В прошлом теория заключалась в том, что в случае вторжения русских государства-члены попытались бы продержаться до тех пор, пока силы союзников, в основном американские и базирующиеся у себя дома, не смогли бы прийти к ним на помощь и нанести ответный удар по русским, чтобы попытаться оттеснить их. Увы, но и мы способствовали появлению такой идеи в головах западных политиков, способствовали своим попустительством и пустыми обещаниями. Это и о красных линиях и прочих обещаниях каких-то кар за их пересечения. Сколько их уже было пересечено? Даже считать не хочется. Все эти разговоры про холодную месть и прочее в пользу бедных. Дорога ложка к обеду. В практическом плане Запад предлагает создать на наших границах огромную группировку войск. Именно огромную, интернациональную, в составе которой будут подразделения всех стран блока. Русские опять расскажут Европе про красные линии и все останется по-прежнему. Но тогда уже Европа будет угрожать вторжением. Красиво разложено. Увы. Вместо продолжения. Увы, окончание этой истории пока в тумане. То, что Европа вынуждена будет пойти на глобальное увеличение военных расходов, а создание новых интернациональных частей и соединений, их содержание и размещение стоит больших денег, ясно уже сейчас. Нет в европейских государствах хоть какого-то политика, способного поднять голос против Вашингтона. В ближайшее время опасности быстрого увеличения натовских войск на наших границах нет. Максимум, что может Альянс сегодня, это развертывание уже имеющихся интернациональных войск батальона до состава бригады. Ресурсы исчерпаны поставками Украине. Американцы не были бы американцами, если бы даже в новой концепции не услили интересы собственного бизнеса. Вооружать новые подразделения будут американским оружием. А это новые военные заказы за счет европейских вносов в НАТО. В целом же, повторюсь, сама идея натравить Европу на Россию и остаться в стороне хороша. Как и то, как виртуозно американские политики совмещают решения политических вопросов и интересы американского бизнеса. Но точно так же хорошо то, как мы предусмотрительно оккупировали эту опасность размещением своих подразделений в Белоруссии. Будем следить за развитием событий. Александр Ставер Европейцы и русские должны воевать между собой. Такова традиция и таковы интересы США.